Шалом, друзья! Мессианский центр Шавей Цион. Я продолжаю отвечать на вопросы. Рав Шауль, апостол или предатель? Периодически такие вещи всплывают в интернете. Опять-таки я скажу, я old style. И old style это значит, я очень уважаю апостола Павла. Почему я его уважаю? Во-первых, вы знаете, действительно, когда-то Петр, ученик Ешо, прокомментировал писание Павла как нечто не всегда понятное. И мы знаем резонанс, который его писание производит в людях, знаете, как, скажем так, которые плохо знают Тору. Я, читая Тору и зная недельные главы и их комментарии, когда читаю послание Павла, просто как будто вижу, что он очень часто обращается к стандартным еврейским толкованиям каких-то аспектов, особенно жизненных. И он их вкладывает, особенно когда он пишет уверовавшим неевреям, еврейские принципы, но он обволакивает их в некоторые более нейтральные формы. Наверное, потому что в те времена тоже были какие-то антисемитские штуки. И он как бы дает им вот Господне мнение о тех или других вещах. Поэтому, когда я читаю Павла, я просто восхищаюсь его способностью одновременно говорить и Израилю, и не Израилю. Он умудряется доносить вещи сокровенные, сакральные, могу так сказать, которые евреи знают из чтения Торы или чтения пророков, которые сказываются о всемогуществе и таинствах Бога. Павел так, допустим, в ефесянах и употребляет слово «сод», «тайна». Помните, он там трижды говорит в одном послании «тайну мою возвещаю вам». И он это не просто говорит, я вам сейчас что-то секретное расскажу. Он просто говорит израильтянам, которые, по всей видимости, присутствовали в ефесской общине. И он говорит «сод», это как «пшат», «рэмес», «драш», «весод», «пардес», это схема толкования священных писаний. И он открывает это еврейским читателям. И одновременно он открывает нееврейским читателям все эти вещи без напряга национального и дает людям прочувствовать полноту божественного откровения. Я очень люблю апостола Павла. И для меня его послания говорят и в практической жизни, и в каких-то духовных, сакральных переживаниях. И не дай бог даже употреблять такие выражения, что Павел создал христианство, и типа Ешуа, сын Божий, то, что он говорил все правильно, а Павел, нет. Он просто подтверждает его слова, слова Ешуа и слова Торы, но он часто делает другой акцент, учитывая вещи, которые более актуальны для нееврейского мира. Уводя людей от необходимости соблюдать какие-то вещи жестко в соответствии с тем, что было поставлено, кстати, в Деяниях апостолов в 15 главе, когда все шлихим собрались вместе. Там был и Павел и рассказал им, что Божий Дух делает посреди нееврейских общин. И тогда Святой Дух сошел и сказал, что Израиль, верующий Израиль, мессианский Израиль продолжает соблюдать заповеди и толкования, более-менее принятые, достаточно свободно. Я сейчас не говорю ни в коей мере за раввинистический иудаизм, а говорю за принятые концепты, которые были во времена Ешуа и первого века, которые могут в некоторых вещах даже измениться в соответствии с тенденциями современного мира. А неевреям эти вещи не были так важны, и Павел уходит на вещи, которые больше общенациональные, общемировые, человеческие, больше связанные с так называемыми законами Нуаха. Павел в этом просто эксперт. Читайте апостола Павла и прекратите критиковать его, это для вашей же пользы. Благословений вам! Субтитры подогнали Симон.